Позвольте уточнить, вот вы как раз сказали, худо-бедно продолжает поступать это оружие. В этом контексте просто представители украинской власти неоднократно за последние дни как раз выступали с такой легкой критикой и Соединенных Штатов Америки, и других западных партнеров, потому что оружие поступает очень медленно, а в нашем контексте слишком медленно. Потому что каждый день влечет за собой огромные жертвы. По словам господина Подолека, советника главы офиса президента Украины, мы теряем от боев от 100 до 200 человек каждый день убитыми. Это очень сложное для Украины испытание и очень огромные жертвы трагедия. Поэтому и хочется, чтобы это оружие, которое будет способно изменить правила игры, поступило как можно скорее. С чем связаны эти проволочки и задержки? Во-первых, в том, что есть желание помочь, в этом нет никакого сомнения. Это все ясно видно. И даже слышно, даже те, которые намерены уговорить Зеленского сесть за стол переговоров прямо сегодня, такие как Макрон, Шольц и Драги, например, даже эти лидеры западноевропейских стран согласны с тем, что Украина остро нуждается в помощи. И вот то, что сегодня поступает Цезарь из Франции, которыми, в общем, довольны украинцы, говорит о том, что помощь все равно поступает. Я крайне недоволен тем, что это оружие поступает в ограниченном количестве пока. Это первое. И второе – медленно. На мой вопрос о том, почему так медленно все это идет, один из экспертов, имеющий прямое отношение к оборонной промышленности Америки, ответил мне так. Что, во-первых, приходится готовить украинцев к пользованию военным оборудованием Запада, отвечающим именно НАТОвским стандартам. То есть идет подгонка нашего оборудования к тем условиям, в которых украинцы будут пользоваться этим оборудованием. Это очень много значит, тем более, что все это приходится делать на ходу. Маленький вам пример. Сегодня Украина очень нуждается в антикорабельном оборудовании, которое позволит не только крушить российские корабли на морской акватории, но и обеспечить разблокировку портов Украины, откуда должна начаться поставка зерна Украины зарубежным странам, в чем остро нуждается мировое сообщество. Так вот, наши американские дальнобойные орудия, они в основном установлены на кораблях. У нас не было необходимости иметь наземного базирования этих противокорабельных орудий. Поэтому приходится срочно их снимать с кораблей, устанавливать на наземную платформу, основанную на гусенице или на шасси. Это требует времени. Плюс к этому электронная начинка этих оборудований, она является одной из составных частей корабельного системного электронного оборудования. Поэтому приходится работать над тем, чтобы сделать автономно, то есть изъять электронную систему этого дальнобойного оборудования таким образом, чтобы оно могло не помешать работе электронного оборудования самих кораблей. Это очень сложная работа, причем инженерная работа, приходится на ходу работать над этим. И вот это берет время, к сожалению. Я уже не говорю о материальных затратах. Одна из причин. Вторая причина – это подготовка. Подготовка украинских специалистов, которые могли бы пользоваться этим оборудованием, и на ходу настраивать это оборудование в случае необходимости. Это тоже берет время, к сожалению. Вот это все вместе взятое немножко сказывается на поставках. И тем не менее количество поступающего оборудования растет. Это признают даже специалисты Министерства обороны Украины. Это очень важно отметить. И, конечно же, вот как Остин вчера сказал, будучи в Сингапуре, он отметил позитивные сдвиги, имеющиеся в поставках со стороны западных стран в Украину. И он тоже отметил в то же время, что нам необходимо наращивать помощь Украине. Вот это очень важный момент, который подчеркнул, что Остин владеет этим вопросом. И он тоже заинтересован в этом. Фронт. Політика. Економика. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20.30. Ютуб-канал «Украина-24». Субтитры создавал DimaTorzok